В этом году Россия отпраздновала 350 лет со дня рождения Петра I. Основные торжества прошли в июне, другие мероприятия, посвященные этой дате, еще впереди. Российский союз неправительственных организаций провел пресс-конференцию, где была анонсирована закладка мемориального парка аллеи в честь дня рождения первого российского императора. Мероприятие запланировано на 30 сентября. Подробности в следующем материале. Для Российского союза неправительственных организаций Отечества закладка парка аллеи в честь Петра I не первое мероприятие, посвященное российскому императору. Ранее провели международный фестиваль «Таланты Отечества», в котором приняли участие представители 47 регионов России и 9 стран. Закладка парка аллеи – событие, которому предшествовала долгая организационная работа. Ведь для того, чтобы высадить деревья, нужно получить 12 заключений различных ведомств. В настоящее время все документы в порядке. В честь Петра I мы решили заложить парк аллею. Нам правительство пошло Москве навстречу. Нам выделили место в Безмайловском парке. И 30 сентября в 12 часов мы будем проводить большую работу по посадке кедров. В закладке парка примут участие общественные деятели и официальные лица. Каждое дерево будет иметь именную табличку, сообщил Александр Воловик. События обещают быть торжественным. Ожидается внос знамени с привлечением кремлевского караула, исполнение гимна и митинг. За годы царствования Петра Алексеевича, начавшиеся в 1689 году, Россия изменила не только свое внутреннее устройство, превратившись в Российскую империю, но и впервые в истории заявила себе как великая морская держава. По оценкам историков, Петр I наиболее образованный и талантливый строитель вооруженных сил России среди полководцев и флотоводцев 17-18 веков. Дело всей его жизни – усиление военной мощи страны. Используя культуру Запада, ведь Петр I, по сути, противостоял Западу. И со второго раза победил, разгромил Швецию. И сдерживал Турцию, которая агрессивна с помощью англичан все время. И англичан, значит, все время держал в страхе. Второе знаковое событие, которому приурочена закладка парка Аллеи – трехсотлетие именного указа Петра I от 7 декабря 1722 года о приискании на Дону каменного угля и руд. То есть 300 лет назад Петр I подтвердил, что территория Донбасса – это Россия. Это был первый официальный государственный документ, положивший начало истории угольной промышленности России на Донбассе. В связи с этим участники пресс-конференции обсудили события, происходящие на Украине и, в частности, на Донбассе. По их мнению, это борьба русской цивилизации с той ее частью, которая отреклась от истинных ценностей. Против чего мы боремся тоже, очевидно. Не против Европы и даже не против США. Мы боремся против того Запада, который съел настоящую Европу, выяв изнутри, он уничтожил духовные ценности Европы, подменив это якобы общечеловеческими. Когда отрицается понятие отец и мать, отрицается понятие семьи. Участники обсуждения отметили, что история имеет свойство повторяться. Александр Михайлович цитировал Тютчева, «Слова сказаны накануне Крымской войны». Параллели действительно есть. Как с защитой славянского населения в Аллахии в тот момент, в начальный период. Как с защитой христианских ценностей. Ну и так далее, и так далее. В завершении мероприятия участникам была презентована новая книга, посвященная Петру Первому, и периодические издания, наиболее объективно освещающие историю России. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.